Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Руслан Жубкаев. В центре внимания, конечно же, сами овцы. Их здоровый вид и ухоженность говорят о высоком содержании животных. После выхода производства на полную мощность здесь планируют содержать до 50 тысяч голов единовременно. На сегодняшний день на площадку привезли свыше 21 тысячи голов высокопродуктивных животных. Заполнено более 50% от общего объема. Откормочные площадки перед приемом новых овец заранее прошли специальную сервисную подготовку, дезинфекцию и застилку полов чистой соломы. Поступление скота продолжается. Безусловно, это площадка финального откорма. Финальный откорм – это примерно от 30 до 60 дней до убоя. Она в общем объеме до 50 тысяч голов, а в обороте мы планируем 150 тысяч голов. Поэтому мы надеемся, что эта площадка будет одна из ключевых площадок, которая позволит нам развивать Баранину на Северном Кавказе и в стране в целом. Строительство откормочного комплекса началось в 2021 году. Работы велись поэтапно. Летом этого года построили еще 16 навесов для выгула животных. Кроме того, возвели административно-бытовой корпус, объекты биологической безопасности и провели все необходимые коммуникации. В результате запуска комплекса под корму овец создано 120 рабочих мест. Площадка построена в рамках реализации проекта «Дамате» по производству и переработке баранины в СКФО. Цель – создать ядро высокопродуктивных животных мясного направления. Увеличение мощности площадки в ударном – очередной шаг, который позволит вывести овцеводство в регионе на новый уровень. Благодаря открытию второй очереди увеличатся объемы сырья для завода в Черкесске, а фермеры получат еще больше возможностей для сбыта ягня, отметил генеральный директор «Дамате» Андрей Седов на церемонии открытия откормочного комплекса. В торжестве приняли участие заместители председателя правительства Корчаева Черкесии Мурат Сююнчев и директор департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Воскресенский, а также представители Национального союза овцеводов и банковской сферы. Гости мероприятия смогли лично убедиться в том, насколько серьезно подошли к созданию комплекса. При строительстве использовали современные материалы и технологии, которые позволяют создать комфортные условия для жизни животных и минимизировать воздействие на окружающую среду. Комплекс от корма рассчитан на выгульное круглогодичное содержание овец. Животные поступают с фермерских хозяйств Северного Кавказа, партнеров сервисной компании Домоте. От корма занимает 45-65 дней в зависимости от исходного веса. После этого овцы отправляются на завод Домоте по переработке баранины, расположенной в Черкесске. Такой короткий срок от корма достигается с помощью сбалансированных рационов. Там, где мы скрестили барана высокопородного с аборигенными овцематками, здесь курдюк будет еще присутствовать. Но это вот в третьем поколении уже не будет. Гости высоко оценили проделанный объем работ, познакомились с технологиями кормления и хода за животными. Также всем рассказали об инновационных решениях в области ветеринарной медицины. Сейчас я вижу, что столь глубокий научный подход, он, конечно, очень интересен и он принесет большой эффект. Я думаю, что те породы, которые здесь получены в результате селекции, они смогут приносить экономический эффект в овцеводстве, с которым мы пока еще даже не очень-то и знакомы. Надеемся, что предприятия будут идти в том графике, в котором они сейчас это себе представляют. Желаем им в этом успеха. У нас есть указ президента, который обязывает нас, животноводов, к 2030 году увеличить продукцию животноводства на 25% к 21 году. В настоящий момент мы видим устойчивый тренд республики по развитию животноводства. Так, за последние пять лет республика на 15% увеличила рост мяса во всех видах животноводческой продукции, на 13% увеличилось молоко. В этом году тоже идет рост полпроцента по яйцу, полпроцента по молоку и 3% по мясу. По мелкому рогатому скоту республика находится в лидерах. К аналогичному периоду прошлого года нарастили 10%. Это рекорд в этом году по России. Альбина Ламкова, Лималхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Вот уже сто лет они отражают все важные события, происходящие в Карачаево-Черкесии. Рассказывают своим читателям самые важные новости, происходящие в селах и аулах. Сегодня во Дворце культуры Черкеска чествовали две газеты – «Карачай» и «Черкесхэк». За сто лет они прошли большой путь становления, преобразования и развития. Не раз менялось поколение журналистов, но неизменным оставался творческий дух этих изданий и объективность. На торжественном собрании в честь столетнего юбилея газет «Карачаево-Черкесхэк» побывала Мадина Каракетова. Такого аншлага актовый зал Дворца культуры, наверное, давно не видел. Поздравить юбиляров пришло столько людей, что, как говорится, яблоку негде было упасть. Это и коллеги редакции юбиляров, друзья и родственники, среди почетных приглашенных, представители правительства и парламента республики, делегации из Кабарина Балкарии, Адыгеи, Абхазии, старейшины. И, конечно же, те, кто работал в газетах в разное время. Среди них и Зарима Карданова, журналист черкесской редакции ГТРК «Карачаево-Черкесия». Этот праздник и её тоже, ведь первые шаги в журналистике она сделала именно в редакции «Черкесхэк». Книга – это маленькое окошко, через которое видно весь мир. Газета – то же самое. Вот это окошко открывали такие журналисты, как Шурдумов, Карданов, Дабагов, Ванхагов, Хахандуков, Братов. Я тогда ещё не знала, что я попаду вот на такое празднество, когда он будет отмечать 100 лет, этот орган власти. Это для меня большая честь. Я с такими мэтрами работала. И они научили нас, что помоложе, конечно же, как писать, что писать. Любовь к родному слову они привили. Это такие мастера были, уважаемые писатели все. Весь союз писателей тогда области заседал в наших кабинетах. Это всё так почётно, так здорово было, так работали с энтузиазмом. Так что у сегодняшней Черкесии большие корни, большие семейные традиции. Я желаю этой газете процветания равно так же, как и родной карачаевской газете. Для молодого учёного-историка Шемля Батчаева столетие газеты «Корячай» – так же важное событие. И не только потому, что это любимое издание, выходящее на родном языке и празднующее свой большой юбилей. На мой взгляд, это выразитель всех надежд и чаяний нашего народа на протяжении последних 100 лет. И ещё для меня газета дорога тем, что именно мой близкий родственник Мухаммад Батчаев был первым редактором газеты «Талу Джашал» и внёс большой вклад в её становление. Так что газета, она, как говорится, зеркало жизни народа. И во все времена, благодаря газете, мы могли узнать не только о важных политических событиях в жизни нашего региона, но и о том, как жили простые люди, наши предки. А со сцены уже звучат поздравления. Это самая приятная часть любого торжества. Как к сокровам печати обратился от имени главы «Корячева Черкесии» Рашид Атимрезова председатель правительства республики Мурат Аргунов. Во все времена газета пользовалась особым доверием учитателей. В редакциях на протяжении десятилетия работали выдающиеся поэты, писатели, публицисты. Традиции, заложенные ветеранами журналистики, продолжают молодой творческий коллектив. Благодаря вам в республике издаются карачаи и черкеска, которые по-прежнему популярны среди читателей. Сегодня национальные газеты еще несут очень важный урок. Служат сохранению и развитию родных языков. А вместе с этим этнического самосознания, обычаев и традиций, популяризации патриотических ценных. Мурат Аргунов выполнил еще одно приятное поручение главы региона. Вручил ряду журналистов газет «Карачаи» и «Черкесхэку» государственные награды и благодарности главы и правительства Карачаева-Черкесии. Так, несколько журналистов из обеих газет отмечены заслуженными званиями. И это еще не все. Редакции «Именинники», а также другие республиканские газеты получили в подарок от главы Карачаева-Черкесии автомобили. Ключи Мурат Аргунов вручил главным редакторам республиканских газет. От парламента республики также были поздравления, подарки и грамоты. Вручил их журналистам председатель комитета парламента по национальной политике и СМИ Наурус Тимрезов. Поздравления прозвучали и от гостей из соседних регионов, редакторов республиканских газет «Кабардино-Балкарии», «Адыгеи» и «Абхазии», а также от коллег. И, конечно же, к своим читателям обратились ветераны журналистики, ветеран Великой Отечественной войны, проработавший в Черкесской газете 52 года, заслуженный журналист Карачаева-Черкесии Джагафар Дауров и заслуженный журналист Карачаева-Черкесии «Кабардино-Балкарии» со стажем работы в газете «Карачай» более 40 лет, народный поэт Дина Мамчуева. С ответным словом обратились к присутствующим редакторам газеты «Юбиляров». Салима Каркмазова и Люсана Абедокова поблагодарили главу правительства республики парламент и министерства шеф за всемирную поддержку от читателей, за их любовь и преданность. Позвольте искренне поблагодарить главу Карачаева-Черкесии, наших отзывчивых соучредителей парламент и правительства республики. Несмотря на сложившуюся ситуацию, несмотря на трудности сегодняшнего времени, они постоянно поддерживают нас. Особый поклон ветеранам наших газет. Десятки лет своей жизни, которые посвятили служению этого нелегкого, но благородного дела. Именно благодаря им у нас сохранилась взаимосвязь поколений в журналистике Карачаева-Черкесии. А также Салима Каркмазова сделала подарок-сюрприз своим коллегам и подписчикам газеты. Отныне 15-я по величине звезда в созвездии Большой Медведицы носит имя Карачаев. Хотела начать выступление со слов благодарности руководству республики во главе с Рашидом Борисовичем Темрезовым, с Муратом Олеговичем Аргуновым и нашим непосредственным руководителем, за которым мы чувствуем себя как за каменной стеной, Муратом Мухарбевичем Есенеевым. Благодаря вам сегодня состоялся наш праздник. Спасибо вам огромное. Украсили праздничный вечер эстрадные артисты и творческие коллективы республики, подарив юбилярам и их гостям прекрасную концертную программу. Вадина Каракетова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаева, Черкесия. Свежую и качественную продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20% представят порядка 200 производителей из Карачаева-Черкесии и соседних регионов. Завтра на территории гипермаркета Лента состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии облачные осадки, дождь, в горах с мокрым снегом, местами сильные осадки. В отдельных районах туман, ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 0,5, в горах до 5 градусов мороза, днем до плюс 9, местами минус 3, плюс 2. А в горах на дорогах гололедица. В Черкесске облачные дождь, ночью сильный, ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 14. Температура ночью 3,5, а днем 6-8 градусов тепла. Продолжаем наш выпуск. Завтра с 8 утра до 14 часов на базе поликлиники города Черкеска пройдет день открытых дверей, посвященный женскому здоровью. Специалисты приглашают и даже призывают представительниц прекрасного пола найти время и посвятить этот день своему здоровью. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полюс. Мы приглашаем всех женщин, которые являются прикрепленным населением к нашей поликлинике, на эту акцию. В диспансеризацию включен осмотр врача-кушерогинеколога. Также проводится забор мазков. Это мазочек на онкоцитологию. Цитологическое исследование. Это скрининг на рак шейки матки. Также проводится ПЦР-исследование на инфекции, передаваемые половым путем. И для некоторых возрастных групп ПЦР-исследование на вирус папиллома человека высококсерогенового риска. Также мы направляем женщин на ультразвуковое исследование, где проводится исследование молочных желез и органов малого таза. Датская сказка с русским колоритом. Во всех кинотеатрах России стартовал прокат фильма «Огниво». Сказочный семейный блокбастер создан при участии телеканала «Россия». Чем отличается отечественная версия от оригинала? Что ожидают зрители? Понравилась ли им экранизация? Альбина Ламкова продолжит тему. Для детей, да еще всем школьным классом, поход в кино стал настоящим событием. Под впечатлением от увиденной сказки ребята от просмотра делятся эмоциями. А другие только в предвкушении. Современная экранизация «Гнива», снята Александром Войтинским, практически ничего общего с оригинальной сказкой Андерсона не имеет. Но дети этого еще не знают. Нам очень интересно посмотреть эту сказку про смелого солдата, который шел домой. Ему навстречу шла Баба Яга и предложила зайти в комнату. Тут суть идет про любовь, про деньги, про друзей, про храбрость, про солдата. Когда он зашел к Бабе Яге в дом, она его закрыла, и ему приходилось проходить через комнаты, через испытания. Штаска учит, чтобы быть как бы смелым и храбрым. Фильмы на большом экране – это очень интересно и захватывающе. Дети вспоминают о солдате, о его приключениях, которыми можно вдохновиться в отечественной версии иначе. Ваня – обычный парень, который притворяется солдатом и даже иностранным принцем. В карты играешь, в монетки бросаешь, народ на рынке дуришь. Это стыдно, Ваня? Создателям фильма удалось воплотить незамысловатый сюжет в формат настоящего блокбастера. Более того, на экране появились персонажи многих русских сказок, что не может оставить равнодушным наших зрителей. Из оригинала осталась только Огнива. В нем заключена юная слепая царевна Даша. Огнива по сюжету попадает в руки Ваня, и ему предстоит разрушить чары колдуна Лиходея. Вместе с освобожденной принцессой и дерзким говорящим механическим конем Ваня отправляется в путешествие. Сюжетные перепития захватывают и удивляют даже тех, кто знаком с первоисточником. Поход в кино стал для ребят чем-то большим, чем просто развлечением. Это большая возможность окунуться в мир фантазии, почувствовать себя частью событий на экране, переживая с героями их приключения. Сказка очень интересная, мне понравилось. Много интересных эффектов и волшебства. Там не только Огнива, но еще и волшебная книга, и птица, которая исполняет все желания. Замечательная экранизация по произведению датского писателя Ганса Христиана Андерсона. В новом прочтении на больших экранах нашего кинотеатра. Фильм действительно по сюжету очень увлекательный. Человек, который знает сказку, знает поэтапно, что будет в фильме происходить. Но есть неожиданные повороты. Я уверена, что нашему зрителю понравится. Превратится ли Ваня из хитрого эгоиста в благородного героя? Справится ли со всеми испытаниями? И удастся ли ему спасти царевну Дашу? Узнаете, посмотрев фильм в кинотеатре. Абин Ламкова, Олег Молхожих, Вести, Корчаева, Чекисия. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Ну-ка, все вместе». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!